Приятной внешности молодой человек. Именно так захотелось называть этого улыбчивого и одновременно застенчивого мальчика. Терпеливый, дисциплинированный, неконфликтный. Любит, когда хвалят. Бывает, что заупрямится, но это быстро проходит. Стоит только обратить на него внимание. Участник всех массовых мероприятий. Рисует, поет, стихи читает, старательно проговаривая слоги. А рядом у протоники в траве между корней бежит струится маленький серебряный ручей. Чремуха душистая, развешився, стоит, а зелья золотистая на солнышке горит. Ручей волна гремучая, всю ветку обдает и вкрачу под кручей, и песенки поет. Доброжелательная, заботливость, врожденная ласка, которой Гена делится с окружающими, сделали его любимцем детского дома. Всем по душе его активность и жизнерадостность. Очень редко его можно увидеть, если он мрачен. И то он мрачен, если он обиделся из-за того, что его мало похвалили, за его хорошие достижения в учебе, в примерном поведении, в успехах, в занятиях. Очень любит мальчик быть в центре внимания. Это стремление обусловлено лидерскими качествами, которые заставляют Гену бороться за первенство. В любых состязаниях второе место его не устраивает, только победа. Его девиз – если делать что-то, то делать качественно. Педагоги дополнительного образования не нарадуются его аккуратным основательным поделкам. А вот эту работу я делал из соломки, разглаживал ее ножницами и приклеивал на бумажку. Потом у меня такой корабль получился. Любитель разгадывает кроссворды, Гена в школе успевает по всем предметам, хотя мотивация к учебе на среднем уровне. Любимый предмет – физкультура. В эту снежную зиму мальчик – первый помощник при уборке снега. Эх, навалило! Воспитатели детского дома надеются, что у Гены появится дружная крепкая семья. А ребенок надеется, что в эти дни по телевизору его увидит мама. Приедет к нему и заберет с собой – домой. Телефон для справок в Кургане – 25-53-34. Редактор субтитров А.Семкин